Сейчас у нас есть возможность задать вопросы лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Владимир Вольфович, американские СМИ, в частности Лос-Анджелес Таймс, предлагают мировым лидерам отметить День Победы в Киеве, ну а польские газеты зовут в Берлин. На что рассчитаны такие провокационные заявления? 9 мая День Победы, и это победа, одержанная Советской Армией. И главная роль в этой победе принадлежит и будет всегда принадлежать Советскому Союзу. А у Запада никаких побед нет. Первая мировая их всех оставила нищими, разгромила. Вторая мировая. Потому что, чтобы как-то насолить нашей стране и создать что-то отрицательное вновь в общем образе сегодняшней России, вот они делают предложение праздновать в других столицах, но это смешно просто. В это никто не может поверить и никто не поедет праздновать победу в Киев. А праздновать в Германии вообще абсурд. Германия была побеждена. И какой смысл там что-то праздновать? И страна до спор оккупирована. Поэтому праздновать может только страна-победитель. И мы эту победу празднуем уже 70 лет. 70 лет назад это свершилось 9 мая 1945 года. Поэтому никакого и Варшавы, никакого Киева, Берлина быть не может. Никто туда не поедет. Но вообще складывается впечатление, что потеряв единство по таким вопросам, мир становится все более уязвимым, не способным ответить на атаки ИГИЛа. Ну а вчерашнее событие в Тунисе, это тоже свидетельство наступающего хаоса? Событие на Ближнем Востоке это искусственно развязанный конфликт. Там была полная тишина. Я много раз выезжал в Ирак особенно. Был хорошо знаком с Адамом Хусейном. Там за год погибало 100 человек. Это просто копейки. Даже одного человека жалко. Но по сравнению с тем, что сейчас погибают десятки тысяч ежегодно, и вообще на Ближнем Востоке сегодня нет нормальной обстановки. Все это организовано со стороны США. Им выгодно столкновение на религиозной основе с унидой против шаидов, курдой против арабов, турки и персы, конкуренты. То есть они об этом откровенно говорили. Им нужно состояние хаоса. Для чего? Они получают дешевую иракскую нефть. И могут опускать цену на нефть. Им самим не нужна нефть. У них хватает. У них избыток. Они уже заполнили все свои хранилища. А вот чтобы влиять на цены на нефть и понижать их, чтобы ударить по России, вот они сегодня получили доступ к иракской нефти. За копейки получают. Поэтому Тунис это очередная акция устрашения. Это самая тихая благополучная страна. Тогда она снова стала превращаться в столицу, так сказать, в Мекку туристическую. Я там бывал. Бен Али был диктатор. Но тишина была в стране. Все работали. Туристов на каждом шагу. Потому что никто не смел грубого слова сказать в отношении иностранца. Ну, без диктатора нет. Мы имеем дело с анархией. И с захватом, так сказать, вот заложников. И страхом перед населением. Поэтому они будут двигаться по всем арабским странам. Спасибо, Владимир Вольфович.